Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Краткий отчет об этом дне. С визитом в Киеве был Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов. Лидер, очень помогающий нам защищать свободу. Лидер государства, очень помогающего нам защищать Украину и всю Европу. Нидерланды среди ведущих партнеров Украины. Это проявляется и в вооруженной поддержке, и политической, и юридической. Сегодня мы провели с Марком, как обычно, содержательные переговоры. Будет больше оружия для наших воинов, будет больше давления на государство-террориста, больше возможностей восстановить справедливость. Вместе с Нидерландами мы работаем над наказанием России за эту агрессию и над компенсацией ущерба, нанесенного войной. Есть уже конкретное решение – разместить в Гааге реестр убытков. Это первый весомый элемент будущего компенсационного механизма. Уверен, добьемся и других нужных решений. Россия будет привлечена к полной ответственности за все, что она сделала против Украины и украинцев. Сегодня имел честь представить наш народ, наших защитников, наших защитниц на открытии Мюнхенской конференции безопасности. Это одно из наиболее значимых международных собраний, и на конференции этого года представлены значимые силы современного мира. Благодаря всем вам, украинцы и украинке, защищающие наше государство, России в Мюнхене нет. Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден. Мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это нужно. Но это возможно, если Украина получит оружие, которое необходимо для этого. Поэтому наш дипломатический марафон продолжается без перерыва. От моего визита в Вашингтон в декабре. Уже создана танковая коалиция для Украины. Уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет. Уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии. И уже мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины. Говорил сегодня об этом с премьер-министром Рютте и в течение недели с другими лидерами. Продолжу эти переговоры на следующей неделе. Продолжу консолидировать и поддержку инициативам нашего государства в Генассамблее ООН. На следующей неделе представим важную резолюцию. И сегодня я представил ее ключевой смысл. В частности, лидерам и главам правительств государств Карибского Содружества. Украина всегда базирует свою внешнюю политику на уважении всех участников международных отношений. Все нации равны и заслуживают независимой жизни, мирного сотрудничества с другими народами. Такой наш принцип встречает понимание во всех частях света. И я благодарю каждое государство, каждый народ, которое поддерживает украинские усилия по стабилизации международных отношений. И самое главное. Конечно, сегодня, как и в любой другой день, я на постоянной связи с командующими. Я провел совещание с представителями сектора обороны. Мы делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой. Наших героев, вдохновляющих мир тем, как храбро и стойко защищают свободу Украины, нашу землю и ценности. Я снова и снова отмечаю наших бойцов, защищающих Донбасс и Луганщину. 54-я отдельная механизированная бригада. 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Я благодарю вас, воины. Я благодарю всех, кто держит наши позиции на фронте, кто уничтожает врага и кто дает нам всем веру в победу. В победу Украины. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою. Спасибо всем, кто помогает нашему государству. Слава Украине!